друзья всем привет подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылка под видео там мне удобно я отвечаю сразу же на все вопросы причем их много ну и слава богу и мне нравится то что некоторые думают очень правильно молодцы ну что давайте разберем северную македонию сборную украины ну первый тайм как вы все поняли просто бездарный от нашей команды хоть некоторые считают что там до пенальти равная игра была но тут она равна моментов не было ни одной ни другой команды но старались то больше македонцы северные давайте так уточнять а вот потому и пришло к тому что вот пенальти плюс гол вот этот да давайте пенальти разберем ну что тут разбирать матвиенко решил поиграть волейбол в своей штрафной пенальти был бесспорный вот так вот мы начали проигрывать 10 ну и давайте сразу же 39 там красивый удар до элмаз забил ну честно говоря я как всегда не понимаю когда мы играем от обороны на контратаках особенно первые тайм если тут отмечать потому что он был сами понимаете бездарный а вот как не успевают накрывать забарный не успел но слава богу отмазался на 62 как мы знаем ну и попал конечно здорово алмаз но еще штрафной был хороший в конце да под в раздевалку мог тоже забить и трубин как всегда не подкачал и и спас вот давайте по первому тайму но почему бы был такой плохой ну во первых два человека выпало очень серьезно я имею ввиду что капитан команды ермоленко в основном запомнился тем что фалил а а если фалил это значит что не успевает человек вот плюс спорил там судьей но это ладно нормально еще капитан тем более а вот но самое главное то что он не успевал вот тем более там очень алиоски по моему до было вы очень активным вот что такое мудрик ну честно наверное был первый тайм вот они были два самых худших игрока потому что столько ошибок не успевал поймать мяч ну я имею ввиду постоянно или на бровку мяч уходил у него или за ворота помните да когда прокидывал хотела всех обогнать но не получалось ну слава богу закончился первый тайм бездарный как я уже сказал а вот потому что я сразу же вспомнил 90 мы точно также мучились рыгалии ну и кто-то там может быть забил исполнил ну как и принципе во втором тайме мы видим да иду индивидуальное мастерство вот что произошло во втором тайме давайте разбирать ну тут принципе все просто кто понимает и разбирается футболе северная македония в раздевалке уже пока вот перерыв был уже я не знаю может еще милевский так и хочется сказать артем ну не он там и краткой нет может он настроил так что ребята мы выходим играем на контратаках от обороны время тянем ну и в голове естественно или мысли уже у футболистов были что они уже выиграли у сборной украины так что вот что произошло с македонией ну давайте сразу же потому что во втором тайме мы их не видели ну и надо подарок как я всегда говорю вот или приз дать муслиу который получил красную карточку да и естественно 72 хотя мы уже два забили ну слава богу а вот давайте по голам разбирать 62 забарный угловой забил здорово отмазался потому что в первом тайме не успел накрыть вот что в коноплянка ну давайте еще по заменам сразу же хорошо что у нас ребров догадался шуер молинка надо менять а вот ты мчика тоже поменял потому что давайте а ты мчике честно говоря ему он меня удивил тем что он постоянно почему-то под себя убирал что честно говоря заборонено защитнику потому что это опасно постоянно рисковал хоть он и не обрезал но все равно это принципе опасно и защитнику делать много касаний его делать тем более пробежать и подать а вот и все и даже не пробежать а подключиться потому что пробежать это же надо тоже обводить и рисковать вот это по тимчику но вышел конопля как мы знаем ну давайте по поводу того что угадал и замены ребят не будем вот это отмечать я точно не буду потому что даже если игрок вышедший на замену забьет три или пять потому что вы понимаете да сейчас можно тренеру главному или тренерам или тренером их там пять шесть человек как всегда у нас ну двух же мало ну ладно это уже не мое дело можно поменять пять человек ребята это пол команды так что тут угадать не сложно как вы понимаете ну из конопля он угадал вот что произошло во втором тайме побежали стали смелее хоть ничего и не создали так по идее угловой это же не момент хотя естественно есть возможность забить ну вообще я имею ввиду по я об игре сейчас говорю почему она и так и продолжалась в принципе то тут индивидуальное мастерство и прессинг пошел и ребята побежали плюс в десятером тут уже говорю тут ошибка опять же за футбольный закон сработал потому что когда ты играешь на удержание счета или на ничью как правило ты проигрываешь или или очень серьезно проигрываешь это в нашем случае потому что тут же говорю команду подменили а вот вот что значит психология да получается что мы просто взяли усыпили и расслабили северную македонию во втором тайме ну и черную сами естественно осмелели вот потому что побежали почувствовали гол придал конечно я так понимаю давайте так говорить смелости да ну и конопля гол ну тут сразу же я вам могу сказать что это случайный гол хоть и получился красивый потому что мудрик наконец-то показал что у него есть скорость я имею ввиду скорость сработала потому что прокинул сколько там между двух пробежал 3 3 обогнал да и успел до линии прострелить причем не глядя а вот тут же как еще мяч пролетел всех как мы помним да еще и конопля забил это же не там не с 10 не с 5 метров билда там тоже надо было попасть потому что народу было в штрафной очень много вот мог тоже попасть кого-то ну попал в угол молодец супер а вот что еще ну цыганков момент был ну там я считаю что сложно было ему забить потому что уже вратарь рядом с ним был когда там сделали передачу там по моему не помню уже кто какая разница а вот я назвал это полумоментом на 79 или 78 минуте ну и давайте гол разберем великолепный гол плюс еще и открывание конечно цыганкова да и исполнение мудрика ну тут я бы на месте мудрика особо так не радовался потому что ну времени было навалом никто же не атаковал спокойно остановил поднял голову тут вопрос в том что хорошо что не перебросил или не добросил а вот именно попал в голову ну как попал ну по сути как говорят футболисты чтобы было смешнее попал в голову цыганкову а вот ну и получилось здорово потому что цыганков сыграл как форвард причем я всегда отмечаю у нас же головой мало кто умеет играть ну вот здорово сыграл забил ну и опять цыганков давайте так говорить после германии опять забил ну слава богу молодец вот такая вот игра была ну честно конечно фар тут надо отмечать потому что ну если бы не удаление хотя мне кажется уже бы все равно дожали но было бы наверное сложнее потому что ну вот мы видим да даже против десятерых 20 минут играли моментов то практически не было вот исполнил мудрик да даже 67 давайте брать когда коноплю забивал но просто прокинул и с его скоростью догнал потому что другой бы если бы бежал мяч бы уже естественно не догнал потому что мяч бы уже ушел за линию ворот так что тут опять с моментами как вот мне говорили что там при реброве будет много моментов хотелось бы много моментов но вот я думаю что в основном будет это и не забывайте это северная македония у нас не будет много моментов поверьте мне потому что мы вот играем ну как я считаю привет девяностые но первый тайм это доказывает потому что некоторые как вот пишут подписчики уходят уже ну первый тайм посмотрели тем более так время ага двенадцатый час вот так вот сейчас 10 часов 55 минут даже вот и ну и в 11 часов да уже некоторые идут или спать или отдыхать или или просто пить вот так что друзья вот такой коротенький разбор ну надеюсь мальтой будет тоже победа не знаю какая но не хотелось бы вот таких вот честно говоря первых таймов и слава богу это признают игроки только потом мне кажется что мы тут выдали во втором тайме плохо что выпадают наши лидеры как считается капитаны мудрик все-таки лидеры а вот но получилось и лидер у нас пока один это цыганков потому что он вообще должен был львом матча не потому что там мудрик две голевых сделал потому что мы считаем да первый случайный пас 2 только один но цыганков меньше ошибался вот что надо считать это так кто там льва назначает ну вот такой разбор друзья всем пока ждем мальты 19